Зеленский пообещал НАТО, что он будет продолжать наступление, и даже в плохую погоду и зимой и так далее, что он возьмет три города, один из них Артемовск, ну второй мы можем предположить Токмак, третий тут сложно. Почему Германия и все остальные с удовольствием отказались от российского газа? Не потому, что они дураки. И просто сказали, ребята, через полгода вы этот газ получите бесплатно, сами месторождения, они будут вашими. Вот почему. И тут вдруг такое фиаско. У нас совсем другая традиция, у нас совсем другое восприятие слова «война». Для нас это ужас и горе. Для них это боевик, это кино. Украина Западу нужна. Во всяком случае, еще на год это точно. До десяти атак в день таких бывают. Вот я разговаривал с одним военным, он мне прямо сказал, мы устали их убивать. Юрий Альбертович, добрый день. Здравствуйте. Юрий Альбертович, за тем, как все внимание мира сейчас привлечено к событиям на Ближнем Востоке, не кажется ли вам несправедливым и, возможно, даже нечестным, что внимание к событиям на территории Украины как-то минимизировалось. И, в общем-то, за тем, что сейчас происходит, а ведь там происходит. Активные действия в районе Авдеевки, на Херсонском направлении. Как-то об этом и меньше стали говорить. Я полностью с вами согласен. Ведь специальную военную операцию проводят российские вооруженные силы. И 90% внимания уделять в средствах массовой информации нашей страны тем репортажам, которые идут с Ближнего Востока, и практически небольшое время отводить на достаточно тяжелые сражения, которые идут и в Авдеевке, и в Артемовске, и в районе Херсонского направления, да и Купинского тоже, то это, в общем, на мой взгляд, не совсем соответствует объективной картине, которая складывается вокруг России. Ведь если мы посмотрим ситуацию на Ближнем Востоке, она, конечно, взрывоопасная. Она может привести к тому, что Ближний Восточный театр военных действий заполыхает, и там даже может вспыхнуть ограниченный конфликт с применением тактического ядерного оружия. Такое возможно. Почему? Потому что, когда Израиль заявил, что примет самые жесткие действия в отношении Ирана, если Иран вмешается напрямую, то имамы Пакистана заявили, что если только Израиль применит и тактическое ядерное оружие в отношении Ирана, они обратятся к правительству Пакистана, чтобы Пакистан применил свое тактическое ядерное оружие против Израиля. Поэтому в крайней ситуации, в общем, действительно такой пожар возможен. Но вообще ситуация в зоне специальной военной операции, она тоже непростая. И говорить о том, что, в общем-то, Ближний Восток сейчас является приоритетным, я бы считаю, что это не совсем верно. Именно зона специальной военной операции сейчас требует пристального внимания со стороны наших СМИ. Ну вот на что бы вы обратили внимание? Насколько я так могу судить, Авдеевка, это такая заноза или Козьгор, или как угодно, сравните. Во-первых, это опасность для жителей Донецка ежедневная. Оттуда обстрелы, прилеты и все, что с этим связано, соответственно, и жертвы, которые не прекращаются. Насколько важно сейчас действительно, ну, выдавить что ли противника из этого укрепленного района? Ну, Авдеевка и Маренко – это вот те места, откуда постоянно обстреливается Донецк. Донецк, и более того, мы ведь в свое время жителям Донецка пообещали, начиная специальную военную операцию, о том, что она как раз имеет цель прекратить эти обстрелы. По сути, террористические акции в отношении мирного населения. Но, в общем-то, только сейчас начинаем более-менее серьезную операцию, которая позволит нам выдавить, как вы правильно сказали, противника из этого района. А Авдеевка сейчас нашими войсками берется в клещи. Хотя, в общем-то, говорить о том, что эта операция будет в ближайшее время завершена и завершена успешно, я бы не стал. Бои действительно идут, ну, бои очень кровопаралитные, очень тяжелые. Первое, все-таки, нам удалось взять террикон возле коксохимического завода, а сейчас бои разворачиваются за сам завод. Завод, ну, мы с вами представляем Мариупольское предприятие, металлургический комбинат, где были в том числе противоатомные убежища, мощнейшие цеха подземные. И, естественно, это все препятствовало тому, чтобы Мариуполь был достаточно быстро освобожден. Примерно такая же ситуация и здесь. Конечно, взять вот этот вот завод, это, в общем-то, потребуется много усилий. Нам придется приложить много усилий, но в чем особенность? То, что мы уже сейчас работаем все равно вот по артемовской тактике и стратегии. То есть мы обходим город с севера, мы обходим с юга, пытаемся его взять в клещи, а потом потихонечку начинаем откусывать по кусочку от обороны, по сути, ну, прибегая фактически к такому окружению небольших групп противника. И эта тактика, она в свое время тоже давала нам неплохие результаты. И вот мы сейчас, в общем-то, пытаемся ее реализовать в отношении этого населенного пункта. Это позволит кратно сократить обстрелы города, и все-таки мирная жизнь населения будет налаживаться гораздо быстрее. Хотя, учитывая, что сейчас киевский режим получил ракеты «Атакмс», имеет ракеты «Хаймарс» с дальностью стрельбы 80 километров, «Атакмс» где-то 160, то, естественно, периодически какие-то ракеты будут пролетать для того, чтобы терроризировать мирное население. И здесь уже роль противовоздушной обороны возрастает в разы, чтобы не допустить попадания этих ракет непосредственно в жилую зону. Ну, а если брать другие районы, то, конечно, тяжелейшие бои идут на Херсонском направлении, где противник, вот в свое время взорвав Каховскую ГЭС, фактически добился того, что река обмелела, образовались острова, появилась возможность высадки десанта на левый берег, что, собственно говоря, украинские части предпринимают по несколько раз в неделю. И захвачен уже сейчас один из плацдармов, мы взбиваем украинские войска непосредственно в воду, но, в общем-то, подвозятся резервы, то есть бои идут с переменным успехом, я бы так сказал. И основная наша задача – не дать создать плацдарм, потому что если плацдарм будет создан, он будет потом расширен, а потом украинские войска смогут двинуться, ну, это один из вариантов, по левому берегу, с целью выхода к Запорожской атомной электростанции. Там же попытаются еще в одном месте форсировать реку Днепр и с двух сторон взять атомную электростанцию непосредственно в кольцо и таким образом восстановить свой контроль. Поэтому планы здесь достаточно, у киевского режима, скажем, такие наполеоновские, говорят, что вот у них нет ресурсов. Ситуация непростая. Значит, Зеленский пообещал НАТО, что он будет продолжать наступление, и даже в плохую погоду и зимой и так далее, что он возьмет три города. Один из них – Артемовск, но второй мы можем предположить – Токмак. Третий тут сложно, в общем-то, угадать, что Зеленский имел в виду. Но в любом случае задача эта стоит. То есть, значит, вот на три где-то направления. То есть, мы берем Херсонское направление, мы с вами берем Артемовск, потому что в Артемовске идут тяжелейшие бои на юге. Если вот северные города наши десантники там держат оборону, и даже периодически удается продвинуться немножко вперед, то на юге там все гораздо сложнее. Мы туда сейчас перебросили укрепления, в том числе бывшие вагнеровцы туда прибыли, в силу того, что у них серьезный опыт, они знают, как вести боевые действия именно в условиях Артемовска. Есть надежда о том, что они помогут нашим частям не просто удержать противника, но и отбить те некоторые высоты, которые украинские войска захватили. Потому что ведь цель какая Украины? По южному флангу попытаться продвинуться, ну, где-то еще на несколько километров, и после этого украинская артиллерия с господствующих высот получат возможность ежедневно обстреливать город, и фактически его защита просто станет нецелесообразной. С точки зрения военной Артемовск значения не имеет вообще. Ни для Украины, ни для нас. Но с точки зрения политической, особенно для киевского режима, этот город стал символом. И, соответственно, его захват повторный, он, конечно, будет играть в моральном плане важнейшее значение. Поэтому для нас, конечно, принципиально не допустить продвижения украинских войск, а более того, выбить их хотя бы с некоторых высот, которые украинские части смогли захватить. Ну, и еще одно направление такое, которое я бы отметил, это Купинское. Там наши войска двигались достаточно успешно, но сейчас киевский режим перебросил туда подкрепления. Истербатов, и, в общем-то, даже идут периодические атаки на наши части. Поэтому уже вот на вчерашний день мы анализируем ситуацию, как активная оборона по всей линии фронта. То есть мы отбиваем атаки, но и сами переходим в контрнаступление. И вот где-то примерно 3-4 направления, от 2 до 4 направлений по-разному, на них киевский режим находит и личный состав, и боеприпас. То есть если где-то есть нехватка и чувствуется снарядный голод, то вот с этих направлений, где есть снарядный голос, со второстепенных направлений снимается все, бросается на ключевые направления Херсонское, соответственно, Артемовское, Авдеевское, ну, отчасти Купинское. И там, собственно говоря, проблемы со снарядным голодом не ощущаются, и проблемы с людьми не ощущаются. Более того, с чем связана вот эта вот мобилизация на Украине? Для того, ведь, ну, Генштаб Украины прекрасно понимает, если они приостанавливают давление на нашу позицию, на нашу линию обороны, то у нас появляется шанс самим перейти в контрнаступление и, может быть, даже добиться достаточно неплохих успехов. Прорвать где-то линию обороны, двинуться вперед. Я не говорю, что это будет как в годы Великой Отечественной войны сразу на 50 километров в день, но в любом случае это будет успех, который позволит нам к зимней кампании, в общем-то, иметь достаточно хорошие, выгодные позиции. И чтобы не произошло этого прорыва, Украина должна постоянно оказывать давление вот на этих вот участках ключевых. А как его оказывать? Только одним путем. Постоянно бросать личный состав в атаку. Где этот личный состав взять? Только за счет мобилизации. Поэтому идет мобилизация мужчин в возрасте 45 лет и старше, идет мобилизация молодежи, идет мобилизация инвалидов, женщин. Вот с чем связана вот эта вот мобилизация. Потому что там прекрасно понимают, если остановятся, тут же пойдем мы. Вот чтобы это не произошло, поэтому надо все время давить, давить, давить. Что касается оружия, говорят, что возникли проблемы. Моя точка зрения. Значит, первые партии, вот в графике мы разные с вами видели поставок оружия на Украину. Первые партии, там шло тяжелое оружие, которое стоит огромных денег. И поэтому размеры оказания помощи военной были очень большими. А потом киевский режим, в общем-то, стал относиться к этим поставкам, ну, так как Украина всегда ко всему относилась. Подбили танк, там гусеница повреждена, и может там еще какая-то, соответственно, опорное колесо. То есть это ремонт такой даже, который можно сделать в полевых условиях, а не только в условиях мастерских. Танк бросался и говорили, давайте новый. Вот натовцы, когда разобрались, они сказали, нет, мы вам новый давать не будем, вы это ремонтируете и на этом воюете. И стали поставлять уже ремонтные комплекты. И поэтому резко стоимость затрат снизилась в разы. И мы считаем, что НАТО прекратило помощь, ограничить, ничего никто не ограничивал, просто они по-другому, просто они используют другую структуру помощи. То есть сделают ставку на запчасти, на те же двигатели, те же там какие-то ремонтные комплекты и так далее, и так далее. Для того, чтобы подбитая и поврежденная техника могла быть восстановлена либо на территории Украины, либо на территории Польши, либо там Румынии, может быть. И потом возвращена, и киевский режим имел опять, соответственно, тоже или почти то же самое количество бронетехник. Лишь небольшое количество танков и БМП и так далее сейчас поставляется, взамен уже как бы полностью уничтожено в ходе боевых действий. Если мы ведем речь о боеприпасах, то действительно есть проблемы, особенно проблемы, которые касаются калибра 155 миллиметров, поэтому пошли в основном кассетные боеприпасы. И 90% стрельб это кассетные боеприпасы. Главная причина то, что обычные боеприпасы у НАТО отсутствуют. Да, но это нам вообще усложняет боевую задачу. Почему? Потому что нам приходится создавать больше блиндажей на передовой, нам надо делать укрытие для техники, которые должны защищать от ударов этих боеприпасов. Ну и много другого. И, собственно говоря, поэтому, в общем, непростая обстановка на фронте. И вот когда мы говорим о том, что уже такой перелом мощнейший, перелом, он назревает, скажем, в умах определенной части украинского населения. Почему? Потому что те, кто мог уехать, те уехали. Те, кто верил, что Ялта и Крым уже летом будут украинскими, можно будет купаться в Черном море, они в этом разуверились, включая Зеленского. НАТОвцы перестают верить. И мы видим, Зеленскому не дали, вот когда проходила Генеральная ассамблея, ему не дали выступить в Конгрессе. К нему отнеслись очень прохладно. Ему отказали в целом ряде приемов и встреч. И это все показывает о том, что действительно Запад устает от Зеленского. Но не надо Зеленского путать с Украиной. Украина Западу нужна. Во всяком случае, еще на год это точно. И если вот в течение года война на истощение, которую Россия ведет, с 50 странами Запада, по сути, а не с Украиной, она в этой войне мы выстоим, я не говорю, победим, выстоим, то вот тут уже после этого начнется серьезный крах. Потому что мобилизационный ресурс на Украине закончится. То есть мужики, которые способны наиболее продуктивно воевать, они фактически... Вы меня простите, конечно, но вот о том, что моборесурс на Украине закончится, мы уже слышим достаточно давно, и вы тоже. Но я год, я еще год даю на это. Осень следующего года мобилизационный ресурс закончится. Не сейчас, а через год. То есть к осени 24-го года. И вот только тогда вот эта вот усталость Запада и, скажем, минимальный мобилизационный ресурс Украины, они приведут к тому, что Запад заставит Украину садиться за стол переговоров. Потому что Запад рассчитывал, что мы уже будем стоять на коленях, что они уже на нас наложат репарации, контрибуции, поделят наше сырье, якобы в счет тех затрат, которые они понесли, оказывая помощь Украине. И тем самым, в общем-то, ведь почему Германия и все остальные с удовольствием отказались от российского газа? Не потому, что они дураки. Просто сказали, «Ребята, через полгода вы этот газ получите бесплатно, сами месторождения. Они будут вашими. Вот почему». И тут вдруг такое фиаско. И, конечно, в этом самом фиаско многие уже сейчас начинают задумываться. Пока еще только начинают задумываться. Я не говорю, что уже думают. И вот почему я даю примерно год еще на вот это изменение сознания, потому что сознание, оно имеет большую инерцию. И то, что вот внушалось достаточно долго обывателям, бизнесменам западным. Ну, потребуется около года для того, чтобы произошла перестройка. В военной обстановке это все в течение двух-трех недель происходит. А в мирное время мы... Ну, кто служил срочную в армии или там был курсантом, знаете, от дома отвыкаешь около года. В среднем. Через год ты уже, в общем, начинаешь забывать, что такое гражданка и так далее. Через два года. Тем более, а уже потом ты казарму называешь дома. Вот. То есть... Ну, это в мирной обстановке. А в военной обстановке там в десятки, а то и в сотни раз все происходит быстрее. Но так как на Западе войны нет, поэтому у них, в общем-то, перестройка сознания происходит крайне медленно. Поэтому я вот такие сроки большие и даю нам все весь этот процесс. И я исхожу из того, что для нас сейчас главное не захват территории, для нас сейчас выход... Главное, выход на наиболее удобный с точки зрения обороны рубежей. Ну, вот Купинская область, к реке Оскол, соответственно, где-то там вот Авдеевка, Маренко, а дальше степи начинаются, где противнику закрепиться негде. А у нас, соответственно, есть какая-то возможность организовать оборону. Для нас основная цель выйти на рубежи, наиболее выгодные. А дальше пусть Украина готовит весеннее наступление, пусть продолжает наступление весной, зимой и летом. Нам наша задача как можно больше перемолоть. Именно перемолоть вот тех людей, которые, к сожалению, поддерживают вот этот нацистский режим. А таких становится меньше. Меньше и меньше, и меньше. Фактически отлавливают, в общем-то, этих людей на фронт. То есть не сильно-то там так уж прям горят все желания повоевать и умереть, собственно, за Зеленского, еще, может быть, за кого-то. Вот вы говорили о том, что уже сейчас действительно это же непридуманные вещи. В армию Украины берут и хромых, и косых. Всех подряд, что называется. Там с разными ограничениями, которые, в принципе, в обычной ситуации не трогали бы этих людей. А как они? Они же вчера еще ходили по обычным улицам городов и сел, а сегодня вдруг оказывают давление на закаленных в боевом смысле российских военнослужащих. А кто у них получается вообще? А вы знаете, у них тактика интересная. Тактика, ну, мы ее называем местные штурмы, но, в общем, это достаточно сложная такая тактика. Смысл в чем заключается? Вот первоначально, когда, помните, начиналось только контрнаст, то была использована классическая тактика, натовская. Ну, она отчасти и советская. Когда пошли ротные тактические группы, это и пехота, и бронетехника. И чем все это закончилось, мы с вами помним. Потери, горящие Брэдли, горящие Леопарды и сотни украинских солдат, убитых либо ранен. После этого Украина сейчас опять вернулась к тактике британского спецназа, которая заключается в том, что вот... И, кстати, с этой тактики украинская армия начинала боевые действия против российской армии вот в самый начальный период. То есть, 24 февраля началась спецоперация где-то 22-го года. И где-то вот примерно в марте-апреле впервые вот эти малые тактические группы взводные начали использоваться. Вот сейчас они еще их меньше сократили. То есть, смысл, три группы легких бронетранспортеров, но очень быстрых. Вот на каком-то участке с помощью этих бронемашин выбрасывают пехоту. Человек по 10, не больше. Вот три группы. Одно направление главное, два вспомогательных. Какое главное, это тут понять сложно. И они пытаются с помощью огневых средств, там, РПГ, вот то, что у них как бы носимое, пытаются приблизиться максимально к нашим позициям, заодно ведется разведка. Где какие огневые точки у нас находятся, дается... Но артиллерию они не задействуют по одной простой причине. Расстояние маленькое. То есть, если они открывают огонь своей артиллерии, по нашим окопам они могут накрыть свою пехоту. То же самое и мы не можем применять свою артиллерию, и это сложно. Мы можем только тогда применять, когда мы засекли концентрацию этой группы, видим, что она пытается атаковать, мы тогда по ней работаем. Когда она еще несется к нашим укреплениям, вот эти бронеавтомобили, тогда тоже мы можем по ним работать. Как только десант высадился, все, тут пошла работа только пехоты. И, конечно, вот представьте себе до 10 атак в день таких бывают. Вот я разговаривал с одним военным, он мне прямо сказал, мы устали их убивать. Представляете, вот состояние военнослужащего, человека, который вот так, такие вещи говорит. Поэтому на это делается упор. То есть вот идут слабо подготовленные солдаты, которых устают убивать, то есть почему мы и называем мясной штурм. А в конце идет уже профессиональная группа украинских военных. И вот тут уже появляется какой-то результат. Она страшная тактика, потому что она строится на колоссальных потерях и на истреблении, по сути, своего мужского населения. Но почему Зеленский и Запад спокойно на это смотрят? Вот истребляются мужики, славяне, русскоязычные, центральные и восточные части. Одни, по сути, русские, истребляют других русских. Это выгодно. Те, кто придумал этот план за океаном или где-то еще, вот это глубинное государство, можем назвать теневое правительство мировое, как угодно. Вот этот план, он сейчас у нас реализуется на Украине. Вот это самое страшное. Людей обдурили, им сказали, вы боретесь с орками и так далее, и так далее. Теми, кто пришел, захватил вашу землю, вы должны не жалеть себя. День и ночь им это внушает, это работает, и, соответственно, мы это наблюдаем. А уровень подготовки здесь второстепенное значение имеет. Почему? Потому что, если была бы высокая подготовка, ну, где-то второй, третий накат уже бы дал... Ну, если не второй, третий, пятый накат уже точно дали бы свои результаты. А мы видим, результаты дает порой и пятидесятый, а то и сотый накат, а то и вообще не дает результата. Так что, вот эта вот, в общем-то, тактика, вот она как раз лежит в основе боевых действий Украины. Ну, и самое главное еще важную роль играет то, что поставки вот этого дальнобойного оружия высокоточного. В свое время, когда появились натовские гаубицы, которые на 10 километров бьют дальше наших и точнее, вот за счет этого появилась возможность работы по нашим ближним талам. Когда появились хаймерсы, началась работа уже по удаленным логистическим центрам и центрам управления по штабам. И мы с вами помним, как мы из Херсона вынуждены были уходить, потому что у нас затруднился вопрос снабжения наших войск на передовой и управление этими войсками был, ну, скажем так, практически не отработан. То есть мы понимали, что наши войска на передовой могут оказаться в окружении и просто будут уничтожены. Нам пришлось уходить за Днепр. Теперь второй момент. Сейчас пошли соответственно атакам с ракеты и Шторм Шэдоу, соответственно, Скальп. Ну, и вот возможно, если Ф-16 появится, то это будут Джазм крылатые ракеты, которые идут в комплекте фактически с Ф-16. Но во всяком случае подходит. Ф-16 две таких крылатых ракеты нести можно. То есть это позволяет наносить удары по логистическим цепочкам эталам на дальности где-то от 100 до 200 километров. То есть опять нам надо все отодвигать. А вот представьте себе передовая просит дайте мне резервы. А резервы за 150 километров или за 200. Или передовая говорит а мне снаряды нужны. А снаряды за 200 километров. Или штаб получает информацию с опозданием рэп задавило каналы связи значит нам надо как-то быстренько все организовать а это все за 200 километров. Вот на что делается ставка поэтому сейчас мы уже это понимаем наши средства ПО уже работают и по атакам и по шторм шедо вчера была информация 8 ракет мы сбили шторм шедо и работаем по другим целям то есть задача не дать изолировать передовую от того и собственно говоря пока это слава богу получается получается более-менее нормально. Ну а дальше конечно это накапливать будем средства и будем смотреть как конечно будет развиваться ситуация где будет позволять обстановка будем двигаться вперед не семимильными шагами еще раз подчеркиваю потому что если мы начинаем наступление мы с вами сталкиваемся с той же самой проблемой что и украинская армия когда наступает на нас мы идем вперед те же окопы та же артиллерия которая начинает работать по местам сосредоточения наших войск соответственно та же артиллерия которая работает по движению движущейся нашей бронетехники все то же самое поэтому здесь что можно сделать это только мощнейшая группировка РЭП которая создаст просто зонтик над каким-то большим районом изолирует любую возможность использования беспилотников противником большая группировка артиллерии которая будет прикрыта системами ПВО и РЭП которая просто перемелет сравняет с землей окопы и укрепления и только тогда и бронетехника и пехота смогут реально двинуться вперед но это в общем непростая задача но нам она по силу у нас есть такие возможности вот тут опять же вопрос простите если он покажется дилетантским я уверен что очень многие люди задают его себе вот вы говорите по силам да безусловно по силам тем более что спектр огневых средств вооружения в Российской Федерации широчайший под любую задачу и например вот когда мы говорим об Авдеевке той же что-то атом укрепрайот ну такие опекалки есть боеприпасы специальные которые поражают даже там где-то очень глубоко вот эти бомбы только недавно появились и мы знаем это управляемые бомбы с управляемым модулем планирования коррекции причем они были вначале 500 килограммовые потом полторы тысячи ну сейчас мы еще работаем над более мощными бомбами но даже полторы тысячи уже позволяют нам работать по укреплениям и мы работаем применяем эти бомбы вполне успешно и за счет этого появилась возможность двигаться вперед потому что чтоб мы там не говорили мы в общем-то сразу продекларировали ПВО Украина уничтожена но на Украину пришло такое количество ПЗРК я бы так сказал как грязи осенью понимаете там каждого солдата можно было найти ПЗРК а ПЗРК это высота до 3,5 километра соответственно и дальность где-то порядка 5 километров уже особенно не разлетаешься особенно если тебе нужно бомбить конкретные войска да еще с таким расчетом чтобы не зацепить свои части теперь пошли системы европейские даже старенькие европейская противовоздушная оборона но войсковые типа вот гепардов немецких и так далее которые тоже на малых высотах но могут прикрывать непосредственно места сосредоточения украинских войск поэтому говорить о том что там нет ПВО это неправильно ПВО не хватает для того чтобы прикрыть всю территорию Украины но при этом Украина прикрывает наиболее важные объекты и прикрывает их более-менее нормально то ограниченное количество систем что у них есть они выстраивают интегрированное ПВО типа Патриотов комплекс французских Сампте или Мамбо как их называют теперь Ирис Т немецкие и Несамсы вот все остальное это выпадает из этого разряда это все работает старым планшетным способом с большим временем запаздывания и массой других недостатков но вот это вот все оно работает как единая система как будто это один комплекс и с помощью этого можно закрыть какой-то например Киев или значительную часть Киева хотя бы военные какие-то объекты в другом месте тоже что-то можно прикрыть и вот благодаря этому Украина не беззащитна в этом отношении что касается авиации то авиация тоже широко используется ведь мы сейчас добились определенных результатов тогда когда вспомнили опыт Великой Отечественной войны а точнее Курской битвы вот все что делалось перед Курской битвой накануне да мы все повторили сейчас создали сплошную линию обороны минные поля зубы дракона ну тогда там противотанковые ежи огневые точки опорные там пункты и так далее и так далее и все сработало и сработало очень хорошо вот киевский режим он тоже использует опыт Великой Отечественной войны но он использует обычно гитлеровскую тактику города крепости восточный вал и так далее то есть вот они по этому пути идут и это тоже работает и если мы говорим опять же той же самой авиации вот в конце войны немцы добивались серьезных результатов благодаря большому количеству вылетов у них было самолетов в 10 раз меньше ну из-за погоды еще там аэродромы раскиши и так далее у нас там раз в сутки максимум два это потом уже там покрышки придумал как летать с автобанов немецких и так далее а немцы у них уже тогда были вот такие металлические покрытия ну решет не меряю решетка как бы пластина металлическая прямоугольная длинная с дырками с отверстиями то есть чтобы вода проходила ими вот выкладывалась летно-посадочная полоса и по ним взлетали и садились самолеты у нас два раза в день а у них 10-15 раз в день в результате количество самолетов в воздухе одинаковое при этом мы их превосходили ну раз в 20 по количеству авиации вот примерно то же самое сейчас здесь пытается делать киевский режим используя немецкую вот эту гитлеровскую тактику и таким образом конечно нам приходится бороться вот с этой авиацией ну благо сейчас у нас появились именно новые наработки во-первых это Су-35 они всегда хорошо работали обнаружили противника на большой дальности и до того как еще там сработает на МиГ-29 либо на Су-27 какая-то сигнализация либо прицел увидит наш истребитель его уже самолет противника наша ракета сбивает сейчас вот мы отработали новую технологию по использованию связки А-50 с комплексом С-400 24 самолета это я как вот специалист в этой области могу сказать что там ничего мы не придумали никаких фантазий с нашей стороны нет все реально все реализуемо и техника это позволяет сделать с эффективностью на 100% и когда мы говорим цифру 24 я в этом ни грамма не сомневаюсь так что вот те новые технологии которые сейчас у нас приходят и новое на вооружение ведь сейчас вот пошла коалиция СВ коалиция СВ бьет на 70 километров активно-реактивным снарядом только-только вот она появилась появляется да появляется вот вы правильно говорите в ней надо и снаряды свои а быть старыми снарядами она на 70 бить не будет она будет также бить на 20 понимаете но факт то что это будет дальше чем панцирь гаубицы и все остальное теперь мальва колесная это она будет тоже эффективнее чем Цезарь соответственно французский и арчер шведский то есть вот у нас сейчас появляется вооружение которое будет превосходить натовский но когда мы именно с этим войска когда мы произведем нужное количество снарядов почему я говорю год на все понимаете на все год потребуется потому что ну как бы мы ни крутили но это так вот оно и выходит но в любом случае найдены ресурсы найдены технологии которые нам позволяют вырваться вперед не быть на равных а вырваться вперед и на мой взгляд это сверх принципиально тогда наверное можно будет говорить о каком-то действительно успехе в этой в этой части планеты потому как пока что ну ведь усталость она связана не только с тем что у запада потому что постоянно что-то давать там вы правильно говорите у них просто так никто ничего давать не будет явно какой-то интерес конечно конечно они уже знают что они получат одни такие месторождения другие эти и все безобесценно понимаете вот вы увлеченный человек следите как что называется и чувствуете что происходит человек который издалека смотрит ну ну линия соприкосновения вот она год назад примерно примерно такая же и была сейчас ну примерно такая же где-то там же в общем-то наверное как-то склад ну наверное там особо ничего не происходит хотя там каждый день идут бои и гибнут люди с обеих сторон об этом же как мало кто думает и соответственно ну и тут вот раз Израиль случается естественно все переключаются туда эмоционально эмоционально люди там об этом как-то забывается но с Израилем тоже все непросто ведь там вот у нас освещается точка зрения классическая а ведь давайте посмотрим кто с кем там сейчас ведет боевые действия значит Хамас это радикальное исламское движение которое выступает за то чтобы на территории Палестины не было еврейского государства вообще второе это израильские соответственно силы причем руководство страны которая после войны 1973 года судного дня которая тоже 7 октября началась соответственно они выступают за восстановление храма третьего Иерусалимского храма и то есть по сути в руководстве страны Израиля находится большое количество сионистов то есть тех людей которые выступают за то что на горе Сион был восстановлен третий храм причем периодически политики раз в год когда бывает бюджет закладывается закладывается такая статья как снос мечети Алекса вот в этот раз во всяком случае такая была статья и восстановление храма на восстановление храма вот после военного после войны судного дня у Израиля все собрано вот щелкни мрамор лежит все лежит кедр лежит все лежит то есть вот раз и что называется через месяц все стоит соответственно так как статья была заложена операция как у нас называется палестинская поток Алекса то есть уничтожение Алекса и она и была и начата в связи с тем что Израиль фактически спровоцировал мусульман на ведение на то что такая операция состоится ну она могла не 7 октября какой-то другой день но то что она состоится это 100% потому что вопрос стоял о ликвидации мечети перед этим там были столкновения израильтян соответственно с мусульманами там спецназ более того там угрозы были связаны с Израиль со стороны мусульман опять же тоже израильтянам почему два батальона были сняты с границы с Палестиной отправлены там на охрану вот какого-то мероприятия не вот этого фестиваля музыкального а другого мероприятия то есть фактически там ситуация она была наколена искусственно вот этими решениями о сносе мечети Алекса и строительстве третьего храма а мы с вами знаем что третий храм когда восстановлен туда приходит кто Машаах это мессия израильский садится и помогает фактически после этого начинается возрождение еврейского народа причем не только на территории Израиля а всей земли и все верующие евреи они из этого верующие евреи из этого исходят хотя я хочу сказать что значительная часть евреев значительная часть но это не большинство выступает против все этого евреи и причем соответственно раввины выступают против не только просто вот евреи а раввины мне говорят нельзя мы должны жить с палестинцами вместе должно быть два государства таких много людей в Израиле здравомыслящих но есть экстремисты с одной стороны и с другой стороны и вот эта экстремистская деятельность она вот как раз к этому конфликту и привела то есть вот это вот религиозная подоплека и в эту религиозную подоплеку мусульмане понимают это уничтожается третья святыня да еще и Маша эту подрелигиозную подоплеку поднимает православные потому что третий храм о Маша это антихрист по апокалипсису в апокалипсисе это антихрист поэтому православные тоже в общем-то категорически выступают против и отсюда насловение понимаете экономических интересов нефть правильно да соответственно цены на нее которые могут вырасти американцы останутся при барышах потому что они уже смогли за счет сланцевой нефти решить свои проблемы создали стратегические запасы три года могут сидеть в носу ковырять а Европа встанет на колени и будет умолять Соединенные Штаты продайте нам хоть что-то хоть за 200 долларов да а не там за 50 60 или 100 долларов то есть тут и такие интересы есть то есть здесь переплетение разных скажем целей разных интересов но я считаю вот это религиозно-идеологическая подоплека она доминирует вот когда после конфликта 73 года Израиль попытался снести Аляксу и построить там третий храм тогда еще были живы американцы которые знали что такое Вторая мировая война политики и они сказали если вы это сделаете первые самолеты которые бомбятся по вам это будут американские это такая она неофициальная информация но я учился тогда в военном училище и нам вот такую информацию доводили соответственно сейчас этого нет сейчас политики другие сейчас мы знаем Анна-Лена Бербок повернется на 360 градусов она даже не соображает что это будет та же самая сторона понимаете и когда канадского премьер-министра для которого нацист это оказывается герой он даже истории не знает вот такие сейчас люди я уже не говорю про Байдена которого можно в общем-то снимать комедийные фильмы ну там собственно да почти всех их можно использовать как актеров в этом комедийном сериале ситуация поменялась и в этой ситуации конечно вот мы а мы-то у нас извините меня мы войну помним да у нас бессмертный полк а бессмертный полк помог почти в каждой семье найти своих родственников а найти своих родственников мы и дети и внуки и взрослые узнали о Великой Отечественной войне много у нас совсем другая традиция у нас совсем другое восприятие слова война для нас это ужас и горе для них это боевик это кино они сидели хохотали когда там вешали соответственно Хусейна или убивали Каддафи мы помним как Хиллари Клинтер веселилась для нынешнего поколения в большинстве случаев это компьютерная игра еще да я абсолютно с вами я не хочу заходить дальше а дальше это еще страшнее и потому что если мы с вами почитаем четвертую промышленную революцию Клауса Шваба и посмотрим куда нас хочет завести западная западная транснациональная корпорация никуда мир идет мир идет идет а вот транснациональная корпорация мир идет в этом направлении а транснациональные корпорации нас хотят везти туда и делают все чтобы мыслить туда а там вообще человек перестает существовать трансгуманизм а там золотой миллиард это не те кто живут хорошо а те кто живут а 7 миллиардов это да это удобрение это в земле лежат понимаете там страшная вообще концепция там та же самая еда отказ от нормальной это жуки это черви это сверчки и так далее которые пухой и тому подобное это запрет мяса это рыбы это молочные продукты вообще на 100% отмирают это реальность вот это вот когда мы знаем этот мир куда нас тянут вот тогда мы понимаем за что воюет Россия на Украине тогда мы понимаем почему мы выступаем за страны глобального юга и хотим создать соответственно не однополярный мир а многополярный мир но вот к сожалению вот это направление трансгуманизма четвертой промышленной революции и так далее почему-то вообще у нас где не освещается но вот когда мы его знаем мы его понимаем мне во всяком случае понятно за что наши ребята погибают вот на линии соприкосновения с противником я бы здесь вот с формулировку немножко поправил вашу за что наши ребята еще и побеждают да побеждают я думаю что вы правы и погибают и побеждают потому что за что проливают кровь да потому что действительно либо сатанизм либо это нормальное человеческое общество построено на общечеловеческих ценностях вот выбор вот раньше вот сейчас все мечтают переживают ой как запад ой западная цивилизация вот все ушло мы ездить туда не можем нет этой западной цивилизации вот как только состоялась пандемия как только они ввели у себя полутеремные полуполицейские нормы контроля за людьми потому что все кто знакомый есть у меня и у там в общем и у родственников моих которые работают живут за рубежом либо иностранцы вы вообще в раю были во время пандемии то что творилось у нас как вы прошли пандемию это небо и земля у нас фактически отработали концлагерь и после этого концлагерь это вот идет как раз уже людей подготовили к тому чтобы они приняли норму четвертой промышленной революции Клауса Шваба а он чтобы было понятно жена у него из клана Ротшильдов а сам он один из был не последним человеком в бильдербергском клубе это одно из теневых ну прохождение говорят что не тот человек который там скажем так все заправляет но который просто да озвучивает эти идеи а помните как критиковали Беларусь во время пандемии за за то что не пошли вот всеми этими концлагерными методами бороться с этой болезнью да конечно ну я о чем и говорю что в общем то ведь цель я говорю была то совсем другая цель то была не бороться с болезнью а цель была заставить людей подчиняться ведь я беседовал с одним нашим академиком российским это человек который всю жизнь занимается коронавирусами но ковид-19 он не занимался он говорит я вот занимаюсь этими и этими но ковидом-19 это там другие люди у нас занимались но я его спросил как вы относитесь к ковид-19 откуда он взялся вот говорят что это искусственно он говорит вы знаете я говорит вот так как я не занимаюсь я вам сказать не могу но то как он быстро мутирует в природе такого не бывает вот вам дословный ответ в природе так быстро вирусы не мутируют как быстро мутирует ковид-19 а у нас с вами опять новый штамм новый штамм новый штамм это только в результате когда искусственно создали подобную гадость ну а то что вот как раз у шваба есть и ковид-19 как раз работает там ведь тоже прямо говорится средний бизнес под вопросом малый бизнес под вопросом останутся крупные корпорации где каждый сантиметр производства контролируется компьютерами останутся суперпрофессионалы высококвалифицированные которые будут получать хорошую зарплату что делать с остальными большой вопрос а остальных это 90% с остальными я вот если вспомнить о ковиде вспоминаю разговор с одним американцем который говорил что вот помните знаменитые там трамповские 600 когда во время ковида то есть людям говорили вы сидите дома а мы вам каждому по 600 долларов в месяц на каждого члена семьи но вы не выходите из дома и все и вот он тогда говорил мне уже тогда говорит мне такое ощущение что это огромный социальный эксперимент вот сейчас по 600 все человек сидит дома что он там делает ну телек смотрит в интернете все что угодно ну то есть вот у него жизнь такая там поел поспал ну справил нужду все у большинства я не говорю сейчас про всех человеком по сути это только наиболее продвинутые найдут себе занятия естественно но таких процентов всегда минимальные а основная масса вот примерно такая жизнь потом что дальше происходит а давайте 600 мы уже как-то не можем давайте по 500 попробуем и вот потом 400 было если помните и вот так снижали снижали эту планку и и смотрели где когда люди скажут нет стоп мы так дальше не готовы за такие деньги мы уже не готовы дома сидеть теперь нам надо куда-то выходить и вот вот так вот изучали собственно как это работает я с вами абсолютно согласен потому что вообще проблема вот именно швапы пишет что вот ковид-19 он как раз создает условия для того чтобы в ряде вопросов переход вот к этой новой к новым технологиям к новым фактически контролю за человеком ведь по сути там будет контролироваться каждый шаг и как я уже говорил вот в отношении продуктов питания ну я когда впервые услышал фантазеры насочиняли думаю опять что-то там журналисты придумали а тогда еще как бы до конфликта Евроньюз работала в том числе на русском языке листаю каналы включая Евроньюз будущая программа у них называется фрючери соответственно сидит мужчина серьезный солидный рассказывает о том что мяса не будет говядина вот она ведет к загрязнению окружающей среды поэтому нам придется от говядины соответственно коров отказаться вот вот клетчатка она будет наполняться белком белки это вот из червей соответственно сверчков и так далее рыба тоже нам не нужна говорит вкусом будет замечательный стейки мы вам обещаем обеспечить высочайшее качество ну что говорить вот уже человечину ведь у них выращивают мы видели с вами ролики когда кусочки там построят да здесь примерно такая же история рыбу он говорит есть не надо она вот с тяжелыми металлами загрязнена мы вам дадим рыбу очень хорошую творог молоко отвыкать их не будет вообще потому что не будет коров я думаю ну кто же такой появляется подпись на английском языке я тут же открываю соответственно интернет владелец крупнейшего производителя продуктов питания в Европе супермиллиардер и так далее и так далее и так далее все то есть он рассказывает о том что он уже у себя на производстве готовит понимаете это то есть это не фантазия это человек это не какой-то журналист публицист это владелец компании производитель поэтому конечно естественно тот мир который нам готовят куда нас тянут точнее это мир совсем другой когда нас ходят ой как в Европе было хорошо хорошо было никто не спорит но Европа того периода Европа завтрашнего периода это ну вообще даже близко не имеющий друг другу государство поэтому вот настолько сейчас прям в тему у вас вот этот звук произошел зато ощущается что это музей ВЭС противовоздушной обороны вот причем вы знаете это очень интересная запись она времен Великой Отечественной войны потом это подлинная запись потом ее сделали на пластинке потом с пластинки на магнитофон а потом я ее оцифровал немножко ее сделали псевдо стерео и там даже ощущение перемещения самолетов если это вот когда идет диорама у нас есть отражение первого налета на Москву 22 июля 1941 года мы этот кусочек всегда включаем посетители Юрий Альбертович спасибо вам огромное за этот разговор я искренне желаю всем чтобы подобные вот звуки мы слышали только в музеях как напоминание о том как это бывает и не в ежедневной не в повседневной жизни но для этого надо да как выясняется очень много чего делать и делать много и активно спасибо и вам спасибо спасибо спасибо